В Ульяновской области продолжается пуск тепла. Вопрос прохождения отопительного сезона обсуждался в ходе аппаратного совещания, которое провел губернатор Сергей Морозов. Вопросы есть с теплоснабжающими организациями, есть с Газпромом, я достаточно жестко, конкретно сказал. Мы знаем, что объекты социальной инфраструктуры должны были получить пробный пуск газа на прошедшую неделю, а с этой недели, так сказать, уже тем более выйти на постоянный пуск газа. Мы даже разрешили этот пуск газа. Кто? Какие районы? Значит, для того, чтобы мы зафиксировали это все. Кто? Кому мы? Потому что сейчас и Сергей Александрович, и я, так сказать, мы там на совете безопасности, я на вашу прежде всего, конечно, сразу проинформирую соответствующий надзорный орган, но только за то, которое должно будет, так сказать, внести, либо предупреждение, либо предупреждение, либо, так сказать, там, предписание в отношении руководителей муниципальных образований, либо хозяйствующих субъектов, которые не желают подавать газ атак. Сейчас мы просто пройдем. Никто это, прошу, вообще даже не спросеет. 37 организаций, в первую очередь, это те организации администрации поселения, администрации муниципальных образований, где нет круглосуточного пребывания людей, это административные здания. Вот 37 объектов еще в Газпроме даже не обращались за получением разрешения на пуск града. По 55 учреждениям получили... Сергей Владимирович, вы знаете, да, что 37 объектов социальной сферы тепло не получают. Думаю, что вредно. Вот это дайте информацию, чтобы они проверили. Я уже проходил за эти, так сказать, многие годы работы к инферматорам о том, что говорят о том, что там нет никого, а на самом деле приедешь в 137-й пункт. Такое там начинаешь слышать? Что было с ровным дымом встает? Значит, по 55 учреждениям получен отказ повторного пуска газа в связи с наличием задолженности за приведенный природный газ. Значит, раздействие муниципальных образований. 11 учреждений не получили на пуск газа по Майнскому району. Это 9 школ, 1 детский сад, 1 учреждение дошкольного образования. Здесь, в Майнскому району, значит, до текущей недели до среды ожидается окончательная оплата задолженности за приведенный природный газ и затем уже, соответственно, получение разрешения. Два учреждения в Меликерском районе, но здесь это административные здания, где у нас не присутствуют дети либо больные люди. По Новоспадскому району два здания. Это здание сельского дома культуры и также административные здания. По Павловскому району не получено разрешение на пуск газа по 12 школам, 4 детским садам, 3 административных здания, дом культура и бельдотека. По Родическому району одна школа, по Сенгеревскому району фок и 3 административных здания, Сурский район, районный дом культуры, Теренгульский район, 1 детский сад, 3 школы, 1 лицей, дом культуры и 2 административных здания. Уважаемые коллеги, по большому счету остался сегодняшний и завтрашний день для того, чтобы получить такие разрешения. Семенович, на прошлой неделе... Чтобы, 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 как сначала улегчить взаимоотношения, правильно? Совершенно верно. Кто-то, как на прошедшей неделе, из этих районов, получается, в Майске, Мерикеске, Моросква, Сенгеревске, Сурске, Теренгульске, в структурах Мишельон-Газа. Значит, на минувшей неделе все районы отрабатывали как непосредственно с Газпромом напрямую, что называется, в рабочем формате, так и было проведено рабочее заседание под председательством правительства Александра Александровича Смекарина, где рассматривались вопросы по, как раз таки, пуску газа и рассматривался основной вопрос оформление графиков по погашению задолженности и непосредственно сами проплаты. И что это за заседание? Только сейчас спрашиваю у Павлова. Что в Сухом Остате? Как и сейчас? Еще раз. Рассматривая заседание, что вы регулировали? Какое количество денег, да, Вадимир Николаевич, там, его ученик подарил, ну, его личная организация, да, это спектаказеты, какие-то другие формы расширили. Пробили, все чудесно, записали, поставили крестик. Что дальше? Сколько, 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 на улице полный. Сыр теперь еще будет. Представляете, что сейчас будет в школах и детских садах? И уж не говорят, так сказать, про милицинские учреждения. Ну, сейчас что, будем всех на подлече ночью отправлять всплеск, там, в школе людей, там, в других остальных. Вы так спокойно сейчас это отпадаете. Все, я пойду, хочу понять, еще, я себе, один в Смальском районе, так сказать, там, в Девенадцать Павском районе, там, в Восемь-Стенгурском районе, сняли в Радисе счетов. Да, понял. Совершенно верно, Сергей Иванович, в рамках подготовки, вот, к пуску газа, на прошлой неделе у нас Сынский район полностью погасил задолженность, тем самым снял проблемы по пуску газа. Значит, подготовлены графики и расчеты по Министерству здравоохранения, это тоже было. Нет, я пойду, сначала давайте прогуруйте. Так, вы прогуруйте дальше. Я еще, я так можно вам сказал, что, коллеги, я там лет только раз брал на себя ответственность, и как воскресенье церковной мыши, готова, так сказать, там, что-то не уедовиться от этих долгов, которые я с вас сразу заснял. И мне приходится, вот я специально с Владимиром Николаевичем-то ездил, я недавно в Самару с предстателем, правда, я с Газпром встречаюсь, объясняюсь, убеждаю, так сказать, там, Алексей Борисович, так сказать, там, огромный, так сказать, там, извините, мы войдем в реструктуризацию, так сказать, там, не срывайте там, не закрывайте нашу программу дезинфикации, так сказать, там, ну, будем считать о том, что мы там, чего-то, так сказать, там, объяснили председателю, но он нам сказал о том, что вы выходите на текущий протяжек, вы готовитесь к отопительному сезону и закройте колбиток. И действительно шел возможность, а Майский, Теренгурский, Новоспадский, Павловский, Радички, Сингерейский. Вы что думаете, коллеги? Вы думаете о том, что вам кто-то разрешит, то есть, там, через, там, как вы любите, там, дождаться, там, вот, халатом на существо, что прокуратура, там, он сказал, ну, включить задвижки? Не будет. Мы точно не будем, вы вам пациенту, у наших партнеров, потому что, еще то, что, на кому программа дезинфикация? На кого программа дезинфикация? Причем мы должны от нее отказываться? На кого программа модернизации? Моя, у этих теплоисточков, нам надо выходит, десяток, сотен миллионов облетал. Поэтому, вот, done, serve者, я пока так ничего не понимаю. Неделя прошла, а сейчас не вижу, только в отношении немецкого района. Зато, вот видите, как вы, там, бог богатом в своих ребенках совещающих с вами работ sentimental. Дальше ты, что? Как доложил министр промышленности строительства ЖКХ и транспорта Дмитрий Вавилин, в рамках подготовки к отопительному сезону были выполнены работы по ремонту 319 котлов. Заменены 49 котлов и отремонтированы 75 ведомственных котельных. Выполнены ремонт и замена 44 километров сетей теплоснабжения. На контроле у профильного министерства также находится ход получения организациями ЖКХ паспортов готовности. На данный момент все 122 теплоснабжающие организации имеют лицензии. Персонал котельных аттестован на 100%. Из 818 котельных паспорта готовности получили 74,2%. Согласно требованиям Министерства энергетики Российской Федерации, эти документы необходимо оформить до 15 ноября. Ульяновская область занимает лидирующие позиции в ПФО под темпом уборочной кампании. О ходе сельскохозяйственных работ на территории региона губернатору Сергею Морозову доложил министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Михаил Семенкин. По словам главы профильного ведомства, в настоящее время в активную фазу вступила уборка технических культур. Что касается предварительных обув, предварительных по уборочной кампании, хотел бы сказать, что независимо от того, что у нас достаточно сложный год у нас сегодня. С вами году 2018, у нас в области достаточно холодная была весна, затяжное лето, холодное. В конечном итоге прирост его сосушливое, жаркое лето, тем не менее. Благодаря общей смажной работе и сельскостеропроизводителей, и у нас сельскостеропроизводителей, и у нас сельскостеропроизводителей, конечно, без слов, и главный спальм образование. Мы с вами собрали достаточно неплохой урожай. В целом, по области на сегодняшний день у нас уже 580 гектар. Общий на молот валы составит 1 миллион 240 тысяч тонн зерновых и зербаковых культур со средней урожайности 21,4 центра гектара. Урлёнская область лидирует по всем показателям, независимо от тех сложных условий, которые сложились в этом году. Итак, по темпу уборки мы по-прежнему лидеры, независимо от чего. По урожайности, конечно, здесь есть нам очень много стремиться, есть на что равняться. Соответственно, Петерстан, пока на сегодняшний день лидирует, у нас сельскостеропроизводителей первое место занимает. Но, тем не менее, в Лианской области она обходит в топ, скажем так, 5 по трёхшку. В среднем предусмотрен, что сейчас активы выбираются технические культуры. На сегодняшний день уборка идёт подсолнечника. Также уже приступили к уборке сахарной свёртвы. Подсолнечник у нас обороны с площади 4,5 тысячи гектаров. Валовый сборный составил пока на сегодняшний день 8500. Сахарная свёртва на сегодняшний день урона с площади 1348 гектаров. Это 12,20%. Валовый сбор стоит 34700. При среднем урожайности 340 центового гектара. Тут у нас три муниципальных образования, которые занимаются производством бравочной сахарной свёртвы. Луянский, Целинский, Чердафинский район. Десят три муниципальных образования приступили к уборке сахарной свёртвы достаточно неплохим темпом. Также у нас уборка проходит с соем. Средний убор на 4100 гектаров. 65,90%. Валовый сбор составил 4700. Первый рамс на сегодняшний день уже завершаем. Убор на 91%. При среднем урожайности валовки 8752 тонны. Гречника на сегодняшний день тоже подходит к завершению. 86,80%. Средний урожайность у нас валовый составил 3700 тонны. Помимо этого, в Ульяновской области продолжается заготовка кормов. Близится к завершению сев озимых культур. Напомним, в областном бюджете на 2018 год на реализацию государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ульяновской области предусмотрены средства в общей сумме 947,5 миллиона рублей или в 2,3 раза больше уровня 2017 года. Губернатор Сергей Морозов посетил завод КПД-1, где стороны обсудили пути выхода из сложившейся на предприятии кризисной ситуации. Спасибо огромное за то, что было сделано КПД-1 за все годы существования. Я думаю, что вы со мной согласитесь, не было бы, наверное, как минимум третьего города Ульяновск, даже, так сказать, отчасти в городе Новырельск, новых домов, новых комфортных микрорайонов и жилья, если бы не было КПД-1. Мы отдаем себе отчет о том, что мы прославленный коллектив, который надо сейчас протянуть руку. Мы видим о том, что и вы на месте не стоите. Спасибо огромное за то, что удалось погасить задолженность по заводной практике, как минимум, по этому году. Мы уже с вами, насколько я понимаю, имеем общие планы и подходы к решению этого вопроса. Поэтому давайте пообсуждаем, что мы можем еще вместе сделать для того, чтобы завод начал как можно быстрее работать. Для возобновления работы завода КПД-1 необходимо порядка 20 миллионов рублей. В целях оказания помощи в открытии кредитной линии застройщику ООО «Торговый дом КПД-1», Министерством промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области под председателем первого заместителя председателя правительства Ульяновской области Андрея Тюрина проведены совещания с представителями банков. Кроме того, региональное правительство готово оказать помощь в виде выкупа квартир для детей-сирот и переселения жильцов аварийных домов. Всероссийские мероприятия, посвященные столетию со дня основания Советского Союза, примет на своих площадках Ленинский мемориал. Ход ремонтных работ здания МИМ-центра осмотрел губернатор Сергей Морозов. Мы говорим о том, что оборудование, откуда входит мебель и плюс в виде имеется в виду. Оборудование, если отдельно взять, это уже и системы разграничения, например. Это зона-зона перекрытия, так называемое автоматическое стекло, которое делит это помещение на конференц-центр и, например, зону кофе-брейка. Технически, конечно, должно быть, но и визуально, в любом случае, мы никого не имеем права, так сказать, шокировать с какой-нибудь своей такой неухоженностью. Давайте мы все это посмотрим, поэтому я предлагаю, что, ну, скажем так, крайне через месяц собраться уже в широком составе, не только строителя, но и тех, кто отвечает за содержательную часть. Хорошо. Губернатор осмотрел ремонтируемые внутренние помещения и крышу. По словам главного инженера Ленинского мемориала Ивана Борисова, сейчас акцент делается на реконструкции инженерных сетей, замене светильников на энергосберегающие, противопожарных работах и оборудовании помещений в соответствии с требованиями программы «Безопасный город». Так, в ноябре в мемориале будет установлено 100 камер видеонаблюдения. Главная частичная электромонтажная работа, потому что по основной посаду идет освещение. Также ледневая система, то есть водострофки полностью должны быть пройдет освещение. Также здесь примыкание и выходы в инфекционных шаг. Это вот основная задача, которая в этом году, которая будет частично выполнена, ну и всего контракта. Весь контракт у нас 95 миллионов, общая площадь кровли 12 тысяч квадратных метров. То есть общий контракт – это вся полость кровли? Вся полость кровли со всеми ветосистемами, электрикой, зенитными фонарями и ливневой системой. Это все на кровли? Да. И также сделана временная дорога, потому что здесь спуск, как вы видели, какой-то. Очень большое количество, конечно, мусора при демонтаже. Вывоз здесь из-за этого идет растянутся определенное повреждение. Мы не разрешаем подрядчику перегружать ниже стоящую кровли, потому что на той этап он спускается, чтобы не улететь трещин или уши. Но поэтому нарастили количество ребятов и также еще две дополнительные установки планируют установить для спуска мусора. То есть в этом году сумма контракта, который должен быть выполнен, порядка 38 миллионов, и на следующий год еще 58 миллионов. То есть в следующем году мы должны эти работы закончить. Важным этапом ремонта станет реконструкция малого зала и размещение в нем органа, который будет перенесен из здания филармонии. Планируется открыть новый зал камерной музыки в конце 2019 года. Ну и полностью готовится помещение для установки самого музыкального инструмента. То есть рассчитывается полностью его вес, размер, и делается так называемый карман, куда он будет просто вмонтирован установлен. Также современное оформление получат и внутренние помещения Ленинского мемориала. Пройдут работы по благоустройству прилегающей территории. Все мероприятия планируется завершить в 2021 году, отметила исполняющая обязанности министра искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова. Глава региона предложил обсудить дальнейший ход ремонта Ленинского мемориала расширенным составом, в который войдет и председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин. В настоящее время он является одним из членов оргкомитета по подготовке к празднованию 150-летия со дня рождения Владимира Ленина в Ульяновске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова